тельцы приветствую вас на канале психология таро и это прогноз на июль месяц мы посмотрим основную энергию месяца четыре главные сферы жизни это работа деньги социум любовь предостережение месяца и совет месяца а также посмотрим сбудется или нет желания кто не любит смотреть раскладку карт переходите сразу на там код в описании кто хочется настроиться с каждой каждой оставайтесь посылайте свою энергию и так общая энергия месяца июля 4 основные темы сферы жизнь вашей что там будет наиболее проявлено такие ситуации и так работа деньги социум любовь предостережение и совет месяца предостережение совет и здесь у нас карта желания можете загадать свою задачу какую-то может быть цель который вы идете посмотрим послание для вас итак давайте смотреть основная энергия месяца июля 4 пентаклей но смотрите знаете месяц будет таким достаточно ровным спокойным но он будет знаете под такой темой мое то что мое она останется со мной никому не отдам никто не имеет права на то что мое опять же я буду защищать то что свое и ну вот принц как но здесь вот в руках держать холить и лили здесь может быть переоценка вообще всего что у вас есть то есть какое состояние у вас есть что у вас в принципе но в материи физическом плане проявлено что у вас есть чего вы хотите допустим какие-то стремления будущие до исходя из того что у вас сейчас есть то есть не просто я там хочу на звезду с неба миллион да а посмотреть на те ресурсы которые у меня сейчас а смогу ли я себе позволить движение к этой звезде да или к этому миллиону здесь может быть такое как переоценка каких-то ценностей или же наоборот знаете вот это мои ценности я на них стою и мне здесь хорошо спокойно удобно вообще в принципе общая энергия месяца ровная спокойная безопасная на без всплесков каких-то очень такая знаете хорошая спокойная привычная комфортная вот вот такое слово давайте итак смотрим что ждет в работе работе знаете может случиться ситуация когда не все вам будет хорошо не все будет прекрасно и это больше знаете в эмоциональном плане когда мне что-то не устраивает то что происходит это больше как-то какой-то негатив и вообще в принципе концентрация вашего внимания будет на негативе даже может быть и работа хорошая и коллеги хорошие но вот что-то вот знаете как это может быть мелочь даже произойдет и все вас как будто знаете подменили сразу эмоции прямо ниже некуда настроение ниже некуда соответственно рабочего лада никакого работать не хочется вместе такое падническое состояние она может происходить если вы находитесь в поиске работы то здесь знаете действительно могут быть вам идти отказы от потенциальных работодателей и это вас может вести в такое состояние ну давайте скажу никчемности да когда вы сами будете себя жалеть вот ситуацию в которой вы оказались потому что все не так все не то мне все отказывают я там может быть какая-то не такая и так далее да вот здесь просто вам как это стережение о том что есть такая вероятность поэтому поддерживайте себя эмоционально что то что происходит даже негативного возможно толка это не значит что вы какие-то не такие с вами что-то не так просто ситуации такие и здесь опять же как совет концентрируйтесь на позитиве потому что в любой даже негативной ситуации есть что-то позитивное для вас дальше давайте смотреть денежки что там эти в июле могут возникнуть переживания по поводу вашей денежно-финансовой сферы здесь может быть опять же вот вы будете заниматься это переоценкой да опять же смотреть что у меня есть чего мне нечего я хочу к чему и стремлюсь или не стремлюсь да и вот здесь могут возникнуть очень много таких скрытых страхов каких-то мыслей о вашем финансовом состоянии поработайте своими финансовыми денежными установками это вам поможет не залипнуть вот в этом вот опять же таком состоянии когда все не так и все не то по поводу трат если у вас планируются какие-то большие покупки перепроверяйте смотрите договора читайте то что мелким почерком написано особенно если это какие-то действительно большие сделки с перспективы то что не то что на большую сумму сейчас купил и все а допустим какие-то ипотеки какие-то кредиты и так далее да то что будет длиться долго поэтому перечитывайте прям действительно договора ищите вот эти скрытые моменты подводные камни это будет вам на руку на то есть вот здесь ваша какая-то мгнительность она будет на руку далее социум это наши друзья коллеги просто люди которые как-то каким-то образом влияют на вашу жизнь здесь та же самая четверочка здесь знаете все прекрасно хорошо я привыкла вот так с ними общаться я привыкла с этими людьми общаться они в моем окружении да может быть это не какие-то там воротилы мира но мне с ними хорошо мне с ними комфортно я знаю их плюсы их минусы умею с ними общаться и мне с ними хорошо здесь прямо но вторит карта поэтому то же самое да все ровно спокойно хочу смотреть любовь ну давайте так кто находится на выборе между партнерами кого бы выбрать кого бы предпочесть в принципе в июле знаете какого-то явного решения в чью-либо сторону не будет сделано вот так же будете продолжать смотреть как-то опять же примиряться а что допустим с тобой какая у меня перспектива с тобой мне какая перспектива что ты мне можешь ждать да и так далее то есть здесь все равно будет от этого состояния выбора те кто находится в паре есть вероятность того что вы рассматриваете вообще перспективы со своим избранником спутником и здесь больше про то что мы сможем пойти вместе на вот в то светлое будущее которое я хочу да для нас или же не сможем то здесь знаете не то что разрыв не разрыв а просто как бы знаете как пощупать ножка почва что там вот с тобой конкретно я смогу сделать или же здесь есть знаете такая но для единиц варианта каких-то ухаживаний ухаживаний извне на которые могут вам скажем так привнести яркости к тому что будете сравнивать вот мой партнер с которым я уже давным-давно и вот что-то новое то что у меня здесь на горизонте появилась а какие вот здесь опять же перспективы что можно что нельзя и так далее карта неплохая здесь зависит от того куда вы поведете то есть если вы захотите какие-то романы тройственные союзы вступать тут пожалуйста вас никто ну как не удержит на более ваша но вообще в принципе здесь больше про то что я буду примиряться я буду смотреть я буду думать и вообще как бы искать направление да куда бы мне а с кем бы мне а кто бы мне был бы хорош так предостережение давайте смотреть и совет предостережение вам знаете не падайте в гордыню не уходите вот в этом я я я все для меня какой-то знаете чрезмерный эгоизм то есть вообще в принципе когда я для себя и я ну как первостепенная личность да это хорошо но не уходите прям в гипертрофированные такие состояния где вы перестаете учитывать желание и мнение других людей которые непосредственно находятся с вами в коммуникации где это может проиграться это может проиграться в работе где знаете вы себя поставили высоко и ваши ожидания не оправдались да возможно ваш какая-то гордыня ваши какие-то амбиции по работе не оправдались да поэтому вам предупреждение не ставьте настолько высоко это все ну и давайте я скажу еще про сферу отношения здесь тоже может так как но предостережение вам проигрываться осторожнее давать так то есть даже если вы находитесь на выборе даже если скажем так вы ставите себя в приоритет не заигрывать и с этим приоритетом на особенно если действительно есть стоящие партнеры вокруг вас далее совет что же посоветуют пятерочка пентакли смотрите как совет вам уходите с насиженного места как бы это сейчас не казалось может быть страшно для вас особенно тельцы да такая спокойная земная такая сфера да когда где мне хорошо где я пригрел мне там прекрасно перемены какие-то возможно очень тяжело даются но опять же говорится если вы хотите чего-то большего начните работать в этом направлении то здесь у вас смотрите было две четверки две четверки стабильности прям того что ну вот хочу еще желать еще еще большего то есть но в принципе можно да то есть четверка это не десятка но как-то я может быть не готова рисковать чем-то как-то я не готова где-то перенапрягаться где-то вкладываться где-то во что-то знаете как стремиться к чему-то так вот вам как совет да перенапрягайтесь идите стремитесь вкладывайтесь захотите большего поймите что для того чтобы получить вот ту жизни которая вы мечтаете вам нужно действительно ну во-первых захотеть ее да а во-вторых начать в ее сторону двигаться здесь у нас карта желания кто не смотрел раскладку сейчас можете поставить на паузу загадать желание и посмотрим может быть у вас какая-то большая задача цель которой вы идете какое вам послание все начинается заново так слушайте что-то интересное нас просто у овнов было то же самое наверное надо как-то что-то перекручивать итак смотрите если вам не добиться своего желания не добиться своей цели вот этой задачи которую перед собой поставили которые идете на пересмотреть свою стратегию можете отказаться полностью от того что вы сейчас спланировали и сделать вот это вот ну скажем так подготовку заново да то есть вот та линия которую вы сейчас выбрали она не работает вам нужно начать по-другому желание которое вы загадали пересмотрите а действительно ли вы именно так хотите чтобы она исполнилась может быть она поэтому не исполняется потому что что-то там вы не так закрутили да посмотрите как можно по-другому его достичь как какими другими способами можно к нему прийти и собственно начинайте путь к мечте к цели снова не опускайте руки если вы не получили того чего хотели сейчас не значит что вы не можете получить этого никогда просто пересмотрите стратегию и двигайтесь вот такой расклад для вас дети ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь обязательно если еще не подписана и если вы хотите персональный личный прогноз для себя на июль мои контакты есть в описании связывайтесь со мной но и до новых встреч пока пока